Тарасов поехал к ним в кафе. Говорю, я тебе дам просто по башке один раз. Ты чё, чёрт, блядь, твоя подружка у нас в заложниках, мы тебя сейчас приедем резать. Всё, он там упал, блядь, достают стволы, бам-бам. Там вроде как стреляли из полицейского пистолета. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня очень интересный выпуск. Все мы знаем о перестрелке Артёма Тарасова, Никиты Солонина с рейпером Димастой в Мурино. Также совсем недавно Корнея Тарасова наказали резиновым дилдо Никите Солонину подожгли зал, где он занимается. И прямо сегодня, прямо сейчас будет откровенная правда от первого яйца. Многие каналы это обсуждают, но явных фактов, доказательств от первого яйца ещё не было. И сегодня Никита Солонин расскажет всё, как было, от а до я. Поэтому смотрите этот выпуск до самого конца, будет очень интересно и будет очень много интересной, эксклюзивной информации. Никита Солонин, трёвку, опаздываем. Сколько можно играть? Да слушай, сейчас подожди, я покердом хочу докатать, мне тут немного денег осталось. Я бонус жду, три книжки. В общем, три книжки выпадают и улетаешь в космос, как говорится. В общем, друзья, это мой надёжный паркёл, мои друзья, покердом. Именно тот самый сайт, который реально выплачивает деньги. По моему право-коду будет плюс 1000 бесплатных вращений и также депозит на ваш первый счёт. Поэтому, друзья, переходите, ссылочка будет в описании, в закрепленном комментарии. Играйте, побеждайте, но делайте это с умом, последние бабки не ставьте. Я вам скажу так, что я уже на протяжении двух месяцев играю, даже, наверное, на трёх. И честно сказать, сам тому не веря, я реально поюсик. Вставки пробовал играть всегда в минусе и инвестиции всякие лоховские, это само собой дерьмо. А вот Казик нормальная тема, поэтому не щёлкай еблом, как говорится, играй в покердом. Так, Никитос, ну что, здорово, наконец-таки я до тебя добрался. Сколько мы обещаем зрителям, что снимем это видео. Расскажи, что на самом деле происходит вот в этом конфликте с Димастой, из-за чего он начался. Расскажи изначально, как есть, от первого риса. Никто не знает, вот это будет эксклюзив. Короче, Димаста пишет Тарасову сообщение в телеграм-канале о том, что у нас в зале мой тренер, да, говорит, что он подбил Тарасову глаз и ходит, всем это рассказывает. Тренер с твоего зала. Тренер, ну понимаешь, насколько это тупо? Мой тренер мне такую хернию играет. Потом пишет, что я, типа, не плачу деньги тренеру с боёв вообще. Типа, я хуеплёт, не плачу деньги в зал с боёв. И ты его жалуете? Да. Типа, ну это вообще не может быть. Ну, то есть, это просто, когда, блядь, он обкурился там какой-то ерунды, мне кажется, и понесло его. Ну и вот, мне скидывает Тарас эту переписку, я говорю, чё, ты понимаешь, что это полный бред. Ну вообще, это просто, это вообще о чём, чё к чему. Ну и всё, как бы, я говорю, давай спросим у Дмитска, тренера. Ну, чё, мы спрашиваем, он говорит, блядь, чего, говорит. Ну, чё, заняться нечего, чё, баба базар, да, уходить чё-то тут. Ну и всё, я пишу, а, и мне Демаста пишет, ты чё, чёрт, блядь. Так и пишет? Ну, он пишет, да, типа, с угрозами такими, ну, некоторыми. Ты чё, это, переписки отправляешь, там, туда-сюда, чё-то. Так вот, я тебе вот, перебью тебя, а Демаста, как он вообще живёт? Да я не знаю. Он бандит какой-то? Я не знаю, вообще. Типа, пацаны с полтики, а он обычный пацан рэпер, и он, типа, в столу с полтики, чё-то газ, газ, просто я не понял. Потом, ну, он мне пишет, вы чё, офигели, там, типа, ну, чё-то переписки, там, пересылаешь. Я говорю, ты же так говорил, это же с твоих слов. Он, хоп, замолчал. Снимает сториз, где эти два хуеплёта, и отмечает меня и Тарасов. А Тарасов зачем, причём здесь, вы же ничего не делали. Ну, потому что Тарасов прислал переписку. А, типа, за этого, да? Ну, да. Я думаю, бля, ну, типа, может, он прикалывается. Ну, реально. Хайпует, типа, да? Ну, типа, ну, там, альбом какой-то, там, может, опять непонятный, блядь. Я просто не фанат этой хуйни. Вот, я, ну, и вот, и, короче, ну, снимает сториз. Я отвечаю, Демаста, я тебе не рэп-артист. Я с тобой батлиться не буду. Говорю, я тебе дам просто по башке один раз, и всё. На что он потом, ну, типа, замолчал. А то мне пишет, эй, хуеплёт, там, что-то туда-сюда. Ну, реально, он мне пишет с такими, кто он такой, чтобы мне мог написать такое. Ну, типа, хуеплёт, да я тебя там это, да я тебя там то. Я говорю, да, блядь, проспись ты, дебил. Переписка закончилась. Он снимает сториз, где эти, найдите мне эти два тела. И отмечает меня и Тарасову. Я такой, блядь, сижу, думаю, какие два тела, ты чё, вообще дебил. Просто уж заебал, да? Да. Тарас мне звонит, говорит, я поеду сейчас с ним встречусь, узнаю, чё за херня вообще. Ну, я такой, говорю, ну, давай. То есть, а ты же мне сказал, что они к Тарасу поехали сами? Нет. Нет, Тарасов поехал к ним в кафе. Я же тебе говорил, к ним, он, Тарасов поехал к ним в кафе. Не к ним, а к Димасте. Димаст сказал, говорит, я в кафе на московской, там, где-то, на московской воронах, я не знаю. Тарас говорит, ну, всё, я сейчас приеду. Ну, он приезжает в это кафе, начинает разговаривать, ему хлоп, там, нежданули. Раз, нежданули, два, нежданули. Он говорит, ну, чё, хуели, типа, блядь. И он говорит, я смотри, их человек восемь. Начинается качать за то, что, типа, Тарасов забрал бренд Кизару себе. Хаунт оф фэмили. Я, кстати, это видел, я тоже не понял, когда он доехал. Как вы это вообще, ну, вы понимаете, хаунт оф фэмили, он никому не принадлежит по сути. Ну, он просто, ну, это, типа, Кизару, тема, его просто взял под собой, начал её смутить. Просто в России начал продавать футболки, которые вообще нахрен никому не нужны. Он убыточный бизнес. А, он, то есть, в убыток. В убыток работал. Вот, всё, его же уже нету. Они ему начинают это, типа, напрягать. Видят и говорят, у тебя по ИП, там, много миллионов оборот денег. Он говорит, ну, это же, типа, не из хаунт оф фэмили. Он говорит, это вообще там со всего, что можно. Они говорят, нет, это, типа, с магазина, ты нам должен, там, ну, денег. Это, так это люди какое-то отношение к Кизару имеют? Я не знаю. Просто, как они могут качать за хаунт оф фэмили? Походу, они имеют какое-то отношение. Они говорят, Кизару наш брат. А, ну, всё, значит, они с ним вам на связи, наверное. Да я не знаю, что там на связи, не на связи. Ну, вот это... Надо у Кизару интервью, бэр. По поводу перестрелки Муины. Да, я не знаю, что к чему. Ну, и они ему говорят, Тарасу, демасты, демасты друзей. Ну, где вот этот вот друг? Мы ему пальцы же поем резать за его базар. Ну, и звонят мне, непонятный тип, с номера телефона Тарасова. Говорит, твоя, блядь, подружка у нас в заложниках. Так и говорит. Да, всё есть. Телефонный разговор записан на Тинькофф Мобайл. Всё есть. Вот, он звонит, говорит, твоя подружка у нас в заложниках. Мы тебя сейчас приедем резать. Посмотрим, как ты будешь драться с пурей в голове. Ты, блядь, там, ау. Я говорю, кто ты такой воин? Ты хотя бы скажи, представься. Я не понимаю, кто ты. Он говорит, давай, где ты. Ну, я ему сказал адрес, говорю, подлетайте, что, подъезжайте, будем разговаривать. Мне, Тарасов... Это прямо у тебя вот здесь во двое было? Ну, чуть дальше. Вот, и звонят, я им говорю адрес. Они приезжают, мне Тарасова звонит, говорит, слушай, они тут едут, блядь, с стволами, с ножами. Он говорит, они с тобой разговаривать про хода не будут. Я такой, ну, не знаю, что делать. Звоню Прокофьеву, звоню тренеру, ещё одному. Забираем небольшую такую комьюнити. Сколько собралось человек у вас? Восемь. Ну, восемь, да. А я Хубоковьев тоже был, да? Да, да. Ну, вот, и вот небольшой комьюнити собрали, у нас ни ножей, ни пистолетов, ни газовых баллончиков, ничего нету. Мы вот так... Помощно, по-своему, я им говорю, я Димасу буду, ну, если что, бить, вы просто по страховке будьте, он же хотелось ему один на один разобраться. Али, окей. Мы идём, получается, тут их машина, там их банда стоит, тут Тарасов стоит. Ну, пацаны, взрослые, я бы, молодые. Взрослые, взрослые. Взрослые люди. Ну, наши ровесники, наверное, чё, мы не взрослые. Мы выходим, я иду, говорю, кто мне там пальцы собрался резать. И этот тип, как вот Димас, и Димас хочет не втащить. Ну, просто с первой... Ну, я ему как-то там что-то хлоп-хлоп. Всё, он там упал, блядь, достают стволы, бам-бам. Мы такие, вы чё? Они по вам стоят начинают, а и воздух. Вот так прям. Ну, есть видео, я не знаю, есть ли она в сети, не в сети. Там прям типу нашему в голову попало. Начинается стрельба. Мы отбегаем, типа, ну, там, за машину встали. Они начинают перезаряжаться. Мы им пару подач даём, а не бежать. Другой тип опять стрельба. Короче, стволов было три штуки. Три мужика было с тремя стволами. Один стоял вот с такой пикой. На меня вот так пошёл с пикой. Лёха ему, блядь, газовый баллончик, который мы отобрали, залил ему. Ну, что-то такое. Ну, короче, была суета очень жёсткая. Стрельба. Попали в наших пацанов, там, в спину куда-то. Мне прям в ногу, так, пам. Я такой, чё за херня, блядь. Короче, суета. Это пневмат был, да, в них? Мне кажется, был травмат. Травмат. Ну, может быть, и пневмат там какой-нибудь. Я не знаю, я не разбираюсь. В этом у меня ничего нету. У меня оружие, я никогда не стрелял. Мне это неинтересно. Ну и... Чё, мы идём, типа, ну... Они убегают, и Демасту бросили, его валяется на полу. Мы Демасту заново тащить, бля, как-то в трофей. Ну, его тащить в трофей. Трофей говорит. Ну, просто тащите, он там валяется, бедолага. Вообще, ну, типа, мало ли, может, мусора проедут по нему, даже не заметят. Мы его на этот положили. Артём ему там воды принёс даже. Ну и всё, мы ушли домой. Вот у нас, чё, двух пацанов постреляли в спину. Одну в голову прям нормально прям. Но выжил, всё нормально. На следующий день мы приходим... Артём пошёл в полицию. Его вызвали в розыск. Он приходит в розыск, звонит мне, говорит, нужно приехать. Я приезжаю, они берут показания. Ну, типа, как это, не допрос, а... Ну, как свидетель, не свидетель. Ну, просто. Ну, мы рассказываем, как было. Вот ко мне приехали типы, хотели меня глушануть. Мы вышли, отстояли себя. Ну, полицейские такие, всё, всё, базар. Ну, давай, здорово, здорово, здорово. Поехали во Всеволожск. Потому что Мурино относится к Всеволожскому УВД, там, РУВД, я не знаю. Приезжаем во Всеволожск, заходим к следователю. Я начинаю разговаривать. Мне хлоп, браслеты на руки. Вы взяты под стражу. И всё. Два дня в изоляторе. Чё у тебя за мысль быть? Ты думаешь, поедешь, что на... А мы всё, мы уже смирились, что на два месяца поем. Типа, нам, ну, сказали, что вы поедете по такой статье на два месяца. Даже генеральный тип, генерал, то, что вы сделали резонанс, у вас даже нету разбирательств, типа, вы сразу отправитесь. Но как-то что-то там... Ну, просто как можно поехать? За то, что вы ничего не делали. Вы не стояли, ничего. Мы даже, по сути, вот, ну, пинков надавали, я вот так и считаю. Мы не били там, знаешь, не вносили жёстко типов прям. Они бежали, мы их пинали по жопу. Всё. Но стреляли в нас. У нас раненый тип, юрец. Он в наручниках лежит в этом госпитале, блядь, прикинь. В наручниках в госпитале. Ну и всё. А подожди, а почему из того, вот вас всех до поясе, а ту сторону никого не взяли? Ну, ту сторону Владимас взяли, никого-то ещё типочка. Непонятно. И отпустили всё? И так же отпустили, как и нас. Людей, которые стреляли, мы знаем. Мы даже, ну, типа, сказали там, знаешь, ребятам, что вот мы знаем вот это, вот это, вот это, да. Ну всё, и пофиг, полиции пофиг. Ну, типа, они двигаются с ними. Вот и всё. Типа, правосудие тут очень тяжело добиться. Там вроде как стреляли из полицейского пистолета, там, туда-сюда. Что? По вам? Ну да, ну там что-то такое, короче. Типа, среди них это сотрудник полиции? Ну, что-то там типа того. Ну, то, что люди, которые стреляли, да, вот, ну, они сотрудничают с... Ну, они не работают в полиции, но сотрудничают там. У них есть знакомые, там, главк, не главк, вот. И как бы из-за этого, видишь, дело, как бы, они вообще перекручивают на нас, что мы стреляли. Ну, а в каких делах сейчас стоят только вот это вот вся Дима? Дима, 13-я статья, хулиганка. На вас повешают? Ну, вешают, да, ну, идёт разбирательство, там, что-то такое. Ну, нету ни каких вообще доказательств, что у нас... Ну, мы не стреляли, во-первых. Мы не нанесли вред окружающим никому. То есть, в принципе, это мы друг с другом порамсили и всё, разбежались. Ну, Димас, заявление на вас не писал, а Тём, вы тоже не писали. Ну, они ни на кого писали, не заявляли. И они не писали. Нет. Ну, я не знаю, как они, но мы точно не писали. Я говорю, мне не нафиг не надо никаких заявлений писать. Я говорю, я не послал, всё нормально, отпустите. И всё. А этот недорэпер начал кричать, там, э, нас там 20 этих ммашников напали. Какие 20 ммашников? Если бы было 20 ммашников, вы бы в стволы в жопу запихали бы, блин. Реально, было нас 8 человек. 8 пацанов без оружия. Даже, знаешь, есть парни были, которые новички в ММА. То есть, они просто на подстраховке. Я не думал, что может быть такое. Я говорю, ну, просто подстойте, там, ничего не... Началось вот. Стрельба. Ебая, вот чего, сейчас 5. Просто, что в голове у человека, который достает оружия, стреляет? Если разбираются один на один. Конечно, конечно. Маргарин у него в голове. Давай поговорим по какому-то такой ситуации. Не знаю, можно разговаривать, нельзя то, что Артем Тарасов говорит, что есть какое-то видео, что там где-то кому-то что-то как-то поводи, типа, якобы. Только пабликам вы заплатили, чтобы вот эту хуйню, которую вы сделали Корнею, чтобы разнеслась по всем пабликам. Но самое главное то, что Корнею били Тилдой не настоящей, а кому-то давали урод Тилдой настоящей. И, братва, если я вам сказал, что есть видео, настоящее видео, значит, оно есть. Оно есть. Оно спрятано. И спрятано на черный, черный, черный день. Естественно, Демастер, я не такой гандон, как ты. Я не буду заниматься этой хуйней и никогда это видео не выложу. Такое видео действительно, да, есть? Ну, есть такое. Походу, есть, да. И оно будет пабликоваться? Нет, оно не будет пабликоваться. То, что Артем говорил, то, что не дай бог. Ну, если, 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 если это все зайдет и мы будем в какой-то, знаешь, такой не очень хорошей ситуации, да, вот, например, то это выйдет видео. Оно не понравится людям. Ну, люди поймут, кто что. Кто прав, кто виноват. Я говорю, ну, чисто вот, знаешь, мы даже сидели, когда в изоляторе, правда за нами. Мы отстояли свое, как бы. Приехали ребята долбить, да. Мы вышли, как мужчины, мы сразились с ножами, не с ножами, они были с пистолетом, они бежали. А что будет, то будет. Главное, что они сказали, что будут резать мне пальцы, убивать меня. Это все есть на, в этом, на телефонном разговоре. Ну, как за убийство, получается? Да, да. Ну, я ничего не писал, мне нафиг надо это, ну. Давай по Корнею поговорим. Я офигел. Ну, я офигел. Почему? Сколько дней прошло? Месяц где-то прошел, Корнея там какой-то диз записал, там что-то, ну. Ну, он там не был, но он очень, он, он все начал почислять, что он там был, что он в первых айдах там бомбовал. Да, 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 вот это, ну, это просто смешно. Ну, зачем? Если там не было, зачем пиздец, как говорится. Ну, и ты как узнал эту информацию, что у тебя что-то произошло? Атем позвонил сразу, да? Да. Леха позвонил, говорит, на тебе на Корнея напали, что-то такое, где оборачиваешься, как-то, блядь. Ну, Корнея напали, это его длинный язык. Ну, я так считаю, что, ну, не знаю, зачем эти все люди. Кто будет на Корнея нападать, и серьезных пацанок. Вот смотри, мы решили на улице вопрос, да, ну, вот это, по сути, уличная ситуация, да, уличный конфликт, мы решили его на улице. Зачем выносить это в медиаполе, там, что-то рэп, писать, еще что-то. Да, конечно. Ну, я считаю, это глупым. Подрались, все, посидели в изоляторе, поняли, что к чему, все, разошлись. Ну, а вот это вот уже, что Артем там на кружках на своих, там, леогородит ерунду всякую, лишь бы как-то что-то. Я молчу, мне без разницы на эту ситуацию, я, как сказал, что я хотел сделать, я отстоял свое, и все. Ну, а сколько корней человек поймал? Я не знаю, там три, либо что-то такое. Три-четыре, я не знаю. Я не видел же этого. И что после этого резинового члена, что, как его самочувствие корней, что он по поводу этого говорит? Ну, бля, толпой можно угостить льва, как говорится, знаешь. Не, ну, а как он себя чувствует, что он говорит, он дальше, и все, я ганг, 107 пиздец. Да я не знаю, если бы не общался. Просто идти застовую над дачи, газует всем пизда, я ганг, 107, будем дальше. Ну, блин, он испугался пацан, что, совсем бывает, ничего страшного. Не знаю, что будет дальше, что там, я не смотрю вперед, я не гадалка. Вот, а сейчас я просто... А, зал подожжил? Вот, за то, что они зал подожгли, нужно будет, ну, как бы, интересоваться людьми. Кто это сделал, что это... А камера есть, можно отследить? Да, там уже посмотрели, там что-то, как бы, ну, идет продвижение. А, то есть, вид, есть, да? Да, там есть продвижение, как бы. На камерах есть люди, которых вы знаете? Ну, да, да, там даже имена есть, как бы. Ну, там все есть, в принципе. Просто сейчас, если мы будем, как бы, двигать это, это, возможно, будет хуже нам. Нужно, надо немножко подождать. Суну поймаете, и все. Остановить зал. Так что, как говорил там Димаса, что на него кто-то там написал заявление, или его там еще что-то, нет, такого не было. И ребята приехали, как бы, с ножами, с пистолетами. Ко мне, бля, я че, я не конфликтный человек вообще. Ну, то есть, мне нафиг не надо. Ну, когда начинаю какой-то Димаса на меня гнать такую чушь, у меня аж, ну, типа, кто ты такой? Ты че, просто вообще в себя поверил? Ты че там обдолбался, чтобы такое говорить? Это то же самое, что я не знаю, собака на льва лая, блядь. Знаешь, ну, пиздец. Так, слушай, а вот Димас тоже, а не читал. Вот, да, вот я вообще просто в шоке, понимаешь? Ну, вот, то же самое, вот у тебя друг, например, есть, да, Влад, вот, который под ту камеру, да, вы с ним же бам-бам туда, Вась, Вась, ты ему там, помогаешь туда-сюда. А к нему пришли ребята такие, бля, Влад, может, блядь, Никитоса кинем на бабки, нафиг. Он такой, ну-у-у, он говорит, тебе вот такой вот процент хороший. Ну, давай попробуем. И он тебе звонит, Никитос, я тут, хоп-хоп-хоп. Ты приезжаешь, тебя хлопают толпой. Ну, как бы ты на это посмотрел. Ты просто видишь Димаса, выкручиваешь все по-другому и сказал, что он уже кому-то дал интервью, и оно скоро будет, кому он интервью дал, Кимчиш? Кому он нафиг нужен, бля, бедолага. Кому он там дал интервью, я не знаю, Кимчиш может такой взял? Блядь, пусть он берет, пусть берет, что хочет. И Кимчиш, и Димаса, мне без разницы. Пусть они берут, что хотят там и дают тоже. Я говорю, что за нами правду, и я везде, на каждом, блядь, интервью, на каждом, блядь, там, что-то в этом берут в полиции. Везде сказал одно и то же. Люди ехали убивать. Ой, блядь, слепанный насморк осенний. Вот, и все, что, мы вышли. Пацаны не дали заднюю, никто не побежал, когда стреляли, знаешь, типа, да, там, ранили ребят, ну, все обошлось, они убежали, как бы, на машину, там, прыгнули, что-то, а-а-а, там, потом, бля, кричали, мы вам зал сожгем, зал сожгем. А, они уже тогда, когда кричали, да, да, да. Значит, понятно, откуда ноги растут. Да все это понятно, а то, что Корнея поймали, просто Корнея на каждом шагу начал болтать, ну, я так думаю. Но уже после этого, когда они на бай, он же опять там, давай дальше записывать, я, то есть, думаю, что, возможно, его еще раз поймают, и там, что-нибудь уже, там, может, не единого еще один будет, хер, знаю, что там будет. Ну, блядь, тоже. По-живому видим, очень посмотрят, что будет, потому что земля такая круглая, все-все-все знают, я знаю, что будет дальше, я думаю, что все будет. Что-то будет, вот, все равно, что-то будет, там, и Корней газует, и эти газуют. Знаешь, я бы, вот, на месте, как сказать, ну, мне кажется, что Тарасов, может быть, захочет, чтобы Корней подрался с Димастером, туда-сюда, я бы, я бы лично, ну, не хотел бы. Я тоже не хотел бы. Потому что это уже, как бы, это не должно. Все пишут, фига, вы там закрутили постанову для раскрутки боя, какого боя, какого боя, ребята? Стоясь друг-друга, просто какого боя, резины мячаинами по губам бить, как вы это послали? Какое-то раскрутка боя? Я ни разу, ну, вообще, вот, в этой движухе, прям, как бы, не раскручивал никакой свой поединок, и мне это, как бы, не надо. Раскрутить поединок можно в Инстаграме, там, о, привет, там, дару-дару-дару-дару, а вот это, это уже, как бы, резонансовая ситуация. Да, нет, я думаю, что бой не будет. Да, нет, конечно, да нет, я, Димас-то вообще не должен больше появляться в инфоповодах, вообще нигде. Потому что, ну, это человек, который предал друга, ну, на мой, и который говорит, я, бля, был миротворцем, там, я за тебя защищался, за Тараса. Он говорит, Тарас, ну, а Атема, там, говорит, как ты защищал меня, где ты защищал, ты, типа, с лбами на меня долетел. То есть, понимаешь, ну, в чем суть? Гражданчики, да, ты говоришь? Да, он говорит, я пришел в кафе, разговариваю с Димас-то, бац, нафиг, говорит, хоп, что за фигня. Я не понимаю, как можно дружить, как момент так вот все может поменяться, вот это мне непонятно, вообще не понимаю, что должно произойти. Люди, знаешь, человек такой, ну, ситуация разная бывает, да, но человеком-то оставаться нужно, а он, значит, не человек. Оставайтесь на канале, там, Варажбитов, там, туда-сюда, чап-тап-тап-пап-пам. Ладно, друзья, вот, в общем, подобные новости, все, как было. Все, что было, я сказал, нечего скрывать. Добавить нечего больше, все, что вы видели в этом видео, все остальные, что будут снимать, полная шайпа. Вот Никитос рассказал от первого реца, все как есть, поэтому следим за событиями. Я думаю, что возможно, что-то будет продолжаться. Если что-то будет, приезжайте, снимайте, ребята. Если что-то будет, то все будет на этом канале, поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и также не забывайте писать комментарии. Все, с вами был Никита Солонин, Никита Варажбитов. Псс, друг, я хочу тебе рассказать один секрет. Мой друг Артем нашел способ, как зарабатывать до 5000 в день, просто играя в игру на телефоне. Честно, я и сам в это не мог поверить, пока не крикнул на это видео и не убедился лично. Как говорится, даже друзьям доверяй, но поверяй. Короче, способ реально рабочий, но чем больше людей о нем узнают, тем больше оттуда и быстрее выкачают все бабки. Поэтому прямо сейчас нажимайте вот на это видео, смотрите его до конца и зарабатывайте. Всем удачи!